Добрый день, дорогие мои! Меня, конечно, иногда удивляют, как люди приходят и спорят. Нет, ну можно со мной спорить, я ничего не возражаю, но мне кажется, что если спорить, то, во-первых, без обиды, что «вы не правы» и так далее, начинают утверждать. И сидишь и думаешь, вот что человек про тебя думает? Как ты, пробыв 25 лет священником, изучая всё на научном, грубо говоря, уровне, потому что я всё-таки филолог, и мне, когда я тексты читаю и их анализирую, интересно вглубь и в историчность этого текста, его семантику войти, наконец-то, чтобы понять, о чём на самом деле речь. А люди приходят, раз, кидают текст тебе как в утверждение своей правоты и то, что ты неправ, и как-то не задумываются о том, что таким образом не просто… не обижают, конечно, мне не обидно, мне жалко таких людей, но они удивляют меня как бы своей несостоятельностью вот аргументацией, хотя могли взять и проверить, так это или не так. Я сейчас вот прямо конкретный вам пример приведу, потому что он глубоко идёт, и он глубоко значит для церкви, в общем-то, в целом. Опять речь идёт о ЭКО. Я выставил два ролика в защиту того, что оно может быть, и что у нас нет канонического права разбираться в этом и обвинять тем более людей в том, что они его делают, оскорблять их там и всё остальное, потому что у нас не установлен срок становления человека человеком, то есть срок вхождения души в… я уж не говорю про эмбрион, потому что я вам вроде доказал, что для того, чтобы один эмбрион в плод превратился, нужно около ста, которые погибнут. Погибнут в утробе матери, и здесь кто, мать что ли, виновата в этом? Но и плод-то не каждый сохранится, потому что есть ещё статистика, что 30% и плода тоже всё-таки у нас, это называется выкидышем, у матери теряется, и опять кто в этом виноват? Не мать же виновата в этом? Чё её обвинять? А это 30% тоже, представляете? Это сколько? Но я высказал, я выложил, и я одну только просьбу высказал, что если вы найдёте каноническое какое-то утверждение, когда срок наступает в вхождении души, пришлите мне как доказательство, и один человек мне присылает, присылает текст из Псалма 138, и это строфы 15 и 16. Я сейчас вам прочитаю, в каком он варианте их присылает. «Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой, видели очи твои, в твоей книге записаны все дни, для меня назначены, когда ни одного из них ещё не было». Вот у него в тексте ещё было «во глубине утробы матери моей». Матери моей. И, честно говоря, текст он мне прислал, и этот текст имеется, в том числе вы можете найти его на «Азбуке веры», есть такой православный как бы сайт. И этот текст из объяснений академика Лопухина. В XIX веке он написал это объяснение, этого Псалма, и, значит, его выложил. И я бы мог согласиться, что этот текст, и он правильно вот так вот излагается, и что тут, в принципе, зародыш мой, видели очи твои, можно посчитать как отношение к эмбриону или к плоду. В общем-то, с зародышем у нас в организме, у женщины ничего не бывает. Там бывает либо эмбрион, либо плод. Ну, это другое дело. Но я всегда читаю на старославянском языке, на церковнославянском языке эти тексты, и проверяю их, как они звучат на церковнославянском языке. И если вы возьмёте церковнославянский язык этого же текста, то смотрите, давайте я вам прямо сравнительно прочитаю. Значит, страфа 15. Не сотрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине у трубы матери моей. Так звучало. Как же звучит это по-старославянски? Не утаися кость моя от тебе, южесотворил я си в тайне, и состав мой в преисподних земли. Видите разницу? Как говорит профессор Осипов, видите разницу? Если в этой, значит, тексте, приведённом в утробе матери моей я, то по-славянски, по-церковному, то у нас преисподних земли, то есть в глубине земли кости мои находились. Это большая разница. Вот. Вторая страфа, 16. Значит, как у того, кто с кинул, звучало. «Зародыш мой, видели очи твои. В твоей книзе записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них ещё не было». Поняли? А теперь как по-церковному славянскому звучит. «Неседеланное мое, видитесте, очи твои, и в книзе твоей все напишутся в одних, созиждутся, и никто же в них». Ну, совсем другой текст. И здесь сопоставляется два слова «несоделанное мое» и «зародыш мой, видели очи твои». В чём проблема? Проблема в русском языке, который всё время пытается кто-то притащить к нам в церковь. Пытается всё время навязать его и в текстах при переводе, и в уже богослужении. Некоторые, я даже слышал, есть епископ, который служит на русском языке. И это вам конкретный пример. Как в тексте, который разбирает в XIX веке профессор Духовной Академии, русский перевод не соответствует церковному тексту. И больше я вам скажу, он не соответствует вообще и тому, что написано в церковном тексте. Давайте посмотрим. Вот очень просто. В глубине утробы матери моей. Состав мой в преисподних земли. О чём речь? В одном случае действительно, что в матери моей я рождался, а в другом случае прямой отсыл к Библии, где состав человека был в прахе земном или в глине, из чего нас Господь сделал. И это было в преисподних земли, то есть внутри земли. Есть разница? Не то, что есть, это конкретная разница. Поэтому как смогли перевести в преисподних земли в утробу матери моей? Кто захотел, чтобы мы из понятия того, что сотворены из состава земли, остались рождённые только матерью своей? А мы из земли сотворены, человек из земли сотворён. Почитайте творение, как оно в семь дней происходило, и вы увидите, что из земли взяли и создали. И здесь Псалом напрямую об этом говорит. Кто-то пытается нам Псалом отделить от нашего вероучения. Вот в чём проблема на русском языке. Ну и вторая это «Несоделаны мои видясти очи твои». Несоделаны мои. «Зародыш мой видели очи твои». Вот несоделанные – это значит вообще ничего ещё не существовавшее. Здесь речь идёт в шестой страфе о том, что человек был задуман Господом ещё до того, как появился. Вот конкретный даже человек. Он уже в слове, в слове существовал, и поэтому слово его и воплотило через прах земной. Очень глубоко, очень… Как по Библии. Вот очень точно по Библии. Но почему-то переводят «Зародыш мой видели очи твои». То есть вот он откуда-то родился, зародыш этот, ну в матери тут предполагается, в утробы матери, и Господь его видел. И на этом основании мне человек пытается доказать, что прямо начиная от зародыша и появляется душа у человека. Хотя, честно говоря, здесь ничего об этом не сказано. «Зародыш мой видели очи твои, и в книге твоей записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них ещё не было». То есть дней ещё не было, он ещё не родился, ещё не произошло. То, что он даже вот к матке прилепился, к стенкам матки, а эмбрион 8 дней. Ещё не то, не сё, но он ещё не пытается развиваться, не может развиваться, потому что он не вошёл в состав матки. Поэтому здесь абсолютно, честно говоря, на физиологический, переводя язык, написана ерунда. «Зародыш мой видели очи твои, в книге твоей, когда дней моих ещё не было». Ну, значит, ещё и не было никаких дней. «Зародыш что?» Он часы, минуты, сколько он прожил. Вот. Поэтому, дорогие мои, если хотите поспорить или хотите возразить, ради Христа аргументированно делайте это. Я абсолютно согласен изменить свою точку зрения, если вы меня переубедили. и остаться на вашей точке зрения, если вы меня действительно убедили. Но вот не таким способом. Нельзя брать тексты, их переворачивать, переводить по-своему, а потом пытаться на основании их доказать какое-то, значит, то противоречие, о котором идёт речь. К сожалению, такая проблема неправильного перевода, она встречается очень часто. Очень часто. Я уж не буду говорить про синодальный перевод на русский язык, это... не буду об этом говорить, но я, например, видел, как к отцу Науму принесли стопу такую большую Евангелий, один мужчина приехал и говорит, вот, евангелисты раздают, мне дали целую стопу, значит, батюшка, что мне с ней сделать, можно ли её раздать? Ну, в том числе, он имел в виду, вот мы стоим тут в очереди, это были начало 2000-х, наверное, я думаю, что так, так, год, нет, наверное, даже конец 90-х. Ну, была, конечно, проблема с тем, где взять Евангелие, и многие, вы помните, раздавали эти евангелисты, и многие легко читали, там берут первый листок, выдерут, где написано, что это баптистская церковь, т.т. это выпущено в Лазанне где-то, или ещё что-то, и её читают. Так вот, при мне батюшка говорит, ни в коем случае, в Академии её разобрали, там больше, в общем, несколько тысяч, я не помню точную цифру, несколько тысяч ошибок, и неправильный перевод. То есть, он, там, говорит, иногда совершенно противоположный по значению от того, что мы действительно должны в Евангелии на церковнославянском, которое к нам пришло, и мы считаем, что мы как раз его сохраняем, и по нему служим имеются. И этот говорит, и что мне с ними делать? А он говорит, он отнеси на кухню, там в печке сожгут. Прямо на моих глазах понесли, наверное, сожгли эти тексты в Библии. Я не знаю, что делать вот с такими текстами, где в Азбуке Веры стоит толкование, но перевод явно неправильный. Кто этот перевод сделал? Кто этот текст набил? Студент ли какой, или ещё что-то, я не знаю. Но правильный текст совершенно другой, и поэтому, ещё раз повторяю, никаких канонических обоснований того, что душа входит в человека во время, когда он находится в утробе, у нас нет. Нет. Больше того, ещё раз повторяю, у нас по православным, по христианским понятиям душа становится живой, когда в неё входит Господь во время крещения. Всё. Все остальные разговоры, значит, они, грубо говоря, от лукавого, на каком бы уровне они не были. Мне всё равно, кто об этом скажет, епископ, отец Селон Чаплин всё время об этом говорит, или кто-то другой. Я пока такого мнения. Есть у вас другие доказательства? Присылайте, я буду очень рад. Буду очень рад. Всё, помоги вам Господь, спасибо вам за участие в нашем канале, спасибо за реакцию. Очень мне нравятся ваши рассказы, когда вы расскажете, как у вас происходило духовное зрение, духовное воспитание, как или ещё, или кого-то других. Это очень интересный раскат. Всё, помоги вам Господь, здоровья вам, радости. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова